Продолжение следует... Якутияне приняли участие свыше 6 тысяч на контрнаступательном этапе. Якутияне вообще в годы прошедшей Великой Отечественной войны участвовали во всех великих битвах, в том числе, конечно, и в Сталинградской. Свыше 10 тысяч якутиян, воинов, приняло участие в сражении на Волге, защищая героический город. И надо отметить, что около 4 тысяч вели героическую оборону, очень тяжелые бои были, много потерь. И на втором этапе свыше 6 тысяч якутиян приняли участие в составе всех трех фронтов, которые обороняли и затем контратаковали врага. Это Сталинградский фронт, это Юго-Восточный фронт, это Донской фронт и позже будет создан еще Юго-Западный фронт. Значит, и вот в составе всех этих фронтов участвовали наши земляки. Ну, я должен отметить, что наиболее известный, конечно, герой Сталинграда, гвардий-сержант Гаврил Дмитриевич Протодиаконов, он, значит, особо отмечался командующим 62-й армией, в последствии маршалом Василием Ивановичем Чуйковым, тот всегда приводил в пример вот героический подвиг нашего земляка. Гаврил Дмитриевич, гвардий-сержант, он был в составе знаменитой 13-й гвардейской дивизии, значит, Александра Ильича Радимцева, которые, ну, можно сказать, в период 15-16 сентября спасали город, потому что враг, начав наступление 13 сентября, захватил центральную часть, вообще угрожал вообще скинуть 62-ю армию в реку. Но вот эта героическая дивизия была переправлена и отбросила врага, и завязала очень, значит, тяжелые бои. В том числе они освободили Мамаев курган на какое-то время. Значит, вот наш земляк, Гаврил Дмитриевич, протодиаконов, сражаясь в рядах артиллерийского полка этой дивизии, будучи командиром, значит, противотанкового орудия, он, значит, остался на нейтральной полосе между двумя сторонами, его, как говорится, состав его, как говорится, вот орудия погиб, он остался один, и тем не менее, значит, он сумел в одиночку подбить три танка «Тигра», вот, и нанес другие, значит, поражения врагу, отбил там три атаки пехоты. Ну, не сразу, но впоследствии он заслуженно получил звание Героя Советского Союза. Также в борьбе за город приняли участие, ну, я вот просто там буду переследовать, да, значит, полковник, начальник штаба, значит, 174-го стрелкового полка, будущий генерал наш, Андрей Иванович Притузов, который, значит, вот участвовал в этом Сталинградском битве, и большинство, кстати, Сталинградцев, вот героев, которых мы отмечаем, они затем с боями пройдут до Берлина, дойдут до освобождения других стран Европы. И вот, значит, Притузов, далее, значит, такой известный герой Сталинградской битвы, как Дмитрий Данилович Алонов, гвардий-капитан, командир роты танков, тяжелых танков КВ, значит, участвовал вот в контрнаступлении по окружении гитлеровской группировки, и он сам лично, как говорится, нанес очень серьезный урон врагу, уничтожив там и танки, и самоходные орудия, и, значит, противотанки орудия, и, как говорится, непосредственно живую силу, и его рота, его рота уничтожила, вот в наступлении 425 гитлеровцев. Алонов начал войну еще на Холхенголе, так, в свое время, и затем, когда началась Великая Отечественная война, он в 1941 году уже встретил врага в Белоруссии, то есть это героический командир наш, который отступал до Сталинграда, и затем наступал вплоть до Берлина. Также надо отметить такого известного сапера, как Семена Дмитриевича Флегонтова. Флегонтов тоже известный герой Сталинграда, прошел, значит, вот он, будучи сапером, участвовал и в оборонительных боях, и в контрнаступательных, вот, и, значит, остался жив в Сталинградской битве, хотя там очень многие, вот из 10 тысяч, более тысячи якутян погибло, более тысячи. Но он продолжил наступление и также, как говорится, награжденный, как и многие наши земляки, орденами и медалями, прошел с боями до, значит, Германии, до освобождения европейских стран. Могу назвать еще такие имена, как, значит, ну, наш тоже такой прославленный разведчик, гвардия-капитан Захар Иннокентьевич Саморцев. Саморцев участник парада победы. Он возглавлял танковые десанты. Вот, когда шло контрнаступление, на танках сидели автоматчики. Он возглавлял, вот, как раз группу роту, возможно, автоматчиков, так, и участвовал героически, вот, в окружении и уничтожении вот этой группировки Паулюса. Затем Саморцев с боями прошел, тоже очень, освобождая нашу территорию и освобождая страны Европы. Могу назвать еще наших летчиков-героев, летчики-бомбардировщики, Ефим Парахин, Владимир Сапожников, значит, Иван Симаков. Вот они на своих самолетах начали войну еще в 41-м году, бомбили фрицев, значит, под Москвой, летали в Ленинград осажденный. Значит, они участвовали в бомбежке вражеских позиций в Сталинградской битве, ну, и затем продолжили свой героический, значит, воинский путь и заслуженно затем получили звание Героя Советского Союза. Также героем Советского Союза станет разведчик Григорий Кузнецов, значит, сам родом из Алдана, вот призванный в Алдане. Значит, он успешно сражался, тоже возглавляя разведгруппу, успешно сражался в Сталинградской битве и затем с боями дошел до конца войны и, как говорится, получил звание Героя в 44-м году. Значит, такие еще имена могу назвать, как наших, значит, прославленных политруков. Это, значит, Юрий Георгиевич Шафер. Шафер, доктор физико-математических наук после войны. До войны он был одним из основателей аэроклуба, где были подготовлены наши первые летчики из земляков. После войны он был основателем известного института космических исследований и аэрономии. И, значит, Юрий Георгиевич Шафер, гвардия-майор, он был порторгом 100-й стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии. Это переименованная 62-я армия, 8-ю гвардейскую. И тоже с боями от Сталинграда прошел до логова фашистского зверя, можно сказать. Такие политруки, как Васильев Семен Николаевич, значит, такой политрук, как Васильев Мелентий Авакумович, который участвовал в пленении Фридриха Паулюса, этого фельдмаршала, который, значит, был разбит под Сталинградом. Они своим, как говорится, своей агитацией, своим политическим словом, они вдохновляли воинов на подвиги воема Родины, как раз в сражении под Сталинградом. Можно назвать еще многих других участников в сражении под Сталинградом, в том числе были и женщины. Ну, медсестра Нина Алексеевна Константиновна, после войны заслуженная, вернее, даже народная артистка России и Якутской ССР. Она была медсестрой 415-го эвакуационного госпиталя. И многие другие, вот я, может быть, кого-то тут упустил, но героев было много, действительно, так. И эти люди, прошедшие вот это вот, ну, как фашисты называли, этот Сталинградский ад, а это действительно было адское сражение, так, особенно в городе, у нас, ну, я вам так только скажу, что есть такая цифра, что в трех фронтах, если брать Волжскую военную флотилию, ежедневно гибло в Сталинградском сражении более 5000 человек, ежедневно. То есть, это огромные, значит, были потери с обеих сторон. Но, если говорить о победе советского народа, вот наших героических воинов под Сталинградом, включая Якутян, значит, то была разбита крупнейшая группировка фашистских, немецко-фашистских войск, чего не было в истории ни в каком сражении. Это самая крупная группировка в истории войн, которая когда-либо попадала в окружение и была разбита. Это, ну, подобие Канн, но это огромные Канны, так. Теперь, надо сказать, что Сталинград, победа под Сталинградом, она не просто переломила ход войны, значит, она нанесла сокрушение. Вот гитлеровцы потеряли одну четвертую часть своих войск на всем советско-германском фронте, вот только в этом сражении. Даже турецкая газета писала, как говорится, с иронией там и так далее, по отношению к германскому вермахту уже. Ну, вот они считали себя непобедимым и так далее. А эта газета писала, что один Севастополь, это 250 дней обороны, сражался больше, чем вся Франция. А Сталинград, 6,5 месяцев, сражался героически больше, чем вся Европа против вермахта. То есть, таким образом показывали даже турки, которые, в общем-то, занимали такой вооруженный нейтралитет и могли тоже принять участие на стороне Гитлера, если бы он одержал победу. Даже они иронизировали, с ихицей отмечали, что вермахт не настолько уж был, как говорится, непобедимой армией. Кстати, вот в сражении под Сталинградом, в 1941-1942 году, под Москвой, под Сталинградом, гитлеровцы потеряли свои лучшие силы. И затем у них будет, их дивизии уже будут, конечно, гораздо слабее. Одним завершая, я должен сказать, что Сталинградская битва – это героический эпизод в истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Это перелом во всей этой войне, который привел в конечном итоге к поражению фашистского блока и к победе стран-союзников. И главный вклад внес в эту победу, внес Советский Союз, Красная Армия и в том числе воины-якутяне. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok